Мы говорим с Райаном Виллопотто, который завтра участвует в Кубке Монстр Энерджи. Ожидается около 30 тысяч человек. Как тебе удается оставаться сосредоточенным? Какая твоя самая серьезная травма? Каждый год лучшие гонщики на планете приезжают сразиться за Кубок Монстр Энерджи М.А. Суперкросса мирового чемпионата. На протяжении пяти месяцев пройдет 17 этапов на стадионах Северной Америки. На самых сложных площадках в истории спорта. Райан Виллопотто выиграл два чемпионата по Суперкроссу подряд. Но чтобы двигаться дальше, необходимо вынести нагрузку того, чего весь этот успех лишил его жизни. Люблю ли я это? Да, люблю. Но это не все для меня. Однажды я уйду. Уйду из спорта. Это было непросто. Да. Мне надо чего-нибудь выпить. Как ты тренируешься? На вершине ты чувствуешь больше давления? Как ты думаешь, какое самое большое заблуждение по поводу спорта, которым ты занимаешься? В попытке завоевать третий этап чемпиона по Суперкроссу подряд в 2013 году, Виллопотто гнался за повторением успеха, который ранее добился Рикки Кармайкл, Боб Ханна и семикратный чемпион Джереми Маград. Но за этим стояла и другая цель – надежда снова объединить свою семью. Если посмотреть на баскетболистов, всех актеров, любого человека, о котором только можно подумать, все они перестают работать своим отцом или мамой в качестве менеджера. Все, что я могла, это просто крепко обнять его и сказать «Я люблю тебя». После двадцати лет езды, каждая задача начинается с мысли о том, что ты можешь сделать и что пошло не так. Виллопотто упал! Это конец! Что бы сегодня ни сделал Райан, это не может гарантировать ему успех. И завтра будет то же самое. Уверенность дает только ежедневная тяжелая работа над собой. Если бы кто-то, кто не понимает, что значит быть чемпионом, захотел сказать, что он не тот самый или недостойный представитель этого вида спорта, можно ли найти пример лучшего, чем человек, сбитый с ног, который смог подняться и снова победить? У Дэна и Крис Виллопотто первый сын родился летом 1988 года. Их первый дом располагался в городе Пауэллс, Вашингтон. Известный своими портами, влиянием Скандинавии и большим количеством осадков. Он кажется не самым подходящим местом для рождения чемпиона по суперкроссу. Отец Дэна выбрал этот город за его красоту во время своих путешествий под Пюджет-Саун в качестве капитана рыболовного судна с Аляски. Это просто часть жизни, которую мы принесли сами. Мой отец занимался мотокроссом, мой дядя тоже гонял, а дедушка до сих пор ездит. Семьи, занимавшиеся мотокроссом, возможно, были сплоченнее других семей. Ведь вы находитесь вместе 24 часа. Спите в фургоне. Это круто. Ему понадобилось 2-3 года, чтобы начать ездить быстро. Но я знал с самого начала, еще когда ему было 6, что он станет профессионалом. В начале родители еще не знали, что для того, чтобы довести своего ребенка до уровня возможного профессионала, им придется потратить на это более 500 тысяч долларов и годы жизни в пути. Для семьи Виллопота эти расходы сопровождались еще и постоянным тройбушем в детской саперической борьбе. Майка Лесси. Райан Виллопота не профессионал. Он ни разу не побеждал, когда они гонялись с нами. Никогда. Это порождает обиды и озлобие. Райан пытался обогнать его, но Майк был быстрее. Он практически всегда приезжал впереди Райана. И это заставляло Райана работать без серби. Я все время говорил Райану, старайся лучше, прилагай больше усилий. Это никогда не закончится. Все это тяжелая работа. Как только в Райане стал заметен потенциал, он начал получать поддержку в занятиях мотокроссом, сначала от Ямахи, а затем от Кавасаки. Но финансовые влияния несут с собой и определенные ожидания, что гонщик будет участвовать в соревнованиях по всей стране, таких как Лоретта Линдс и Понка Сити. За две недели до того, как мы поехали в Понка, у моего отца нашли рак, а он очень сильно поддерживал Райана в занятиях мотокроссом. Я сказал отцу, мы быстро съездим в Понка, вернемся и я заберу тебя домой. Мы сидели на трибуне в Понка, когда мой отец умер. Ко всем сложностям в их клубительской программе и с мотокроссом добавилось еще и то, что Дэн и Виллопото стали отказывать почки во время наступления Райана в Понках и ТСС. Из-за того, что он не хотел делать перерывы в графике, уровень токсинов, которые обычно выводились почками из крови, достиг опасного для жизни уровня. Доктор сказал мне, если ты немедленно не поедешь и не сделаешь диализ, жить тебе останется всего неделю. Только представьте. Он сказал, что нам нужно как минимум заехать в какой-нибудь центр диализа, потому что он умирает. Но он сказал, что лучше умрет, чем бросить все. Я помню, как мы добавили в график посещение центра диализа каждые два дня на пути отсюда, до Теннесси, до Оклахомы. Я помню, как пару раз я сказал Райану, давай бросим все это и будем заниматься чем-то еще. А он говорил, нет, я буду продолжать гонять. Я ответил, окей, поехали, мы сделаем это. Я никогда не видела, чтобы отец плакал. Такое бывало несколько раз, только когда что-то случалось с Райаном. Люди могут только сидеть со стороны, говорить, что мои родители безответственны, потому что прикладывают столько усилий, чтобы их ребенок гонял на кроссовом байке. Но мои родители знали, что если бы Райан не занимался этим, чем бы еще он занимался? Мои братья никогда не любили школу. Они очень плохо учились. Я думаю, это самое лучшее, что родители могли дать моим братьям. Это то, чем они хотели заниматься. Необходимо убедиться, что свой подход правильный. Что ты работаешь усердно, потому что тебе тяжело. Чем больше ты уходишь вперед и начинаешь ненавидеть это, тем больше ты развиваешься. Нужно использовать обстоятельства, поскольку только так ты сможешь адаптировать их под себя. Во время тренировок Джейк Веймер оказался на границе надежды и отчаяния. Он, Райан Виллопотто, и их тренер Элден Бейкер готовились к сезону Суперкросса в 2013 по месяц семьи Виллопотто по Флориде. Райан Виллопотто победил в двух последних чемпионатах по Суперкроссу. Он проезжал Суперкросс в среднем на одну-две секунды быстрее Веймера, и Бейкер уделял ему больше внимания. Мы сейчас снимаем это интервью из-за Райана, до шоу Райана, так? Это бесит меня, я должен победить. Райан мотивирует себя, что он может больше, топает ногой и говорит, что будет первым, что победит всех. А Джейк, какие у него варианты? Вернуться в Калифорнию и быть самому по себе? Или принять вызов? Использовать в своих интересах то препятствие, которое есть у тебя на пути? В настоящее время проводит 9-5 сеансов тренировки. Джек Веймер сейчас вынужден практически все время тренироваться там уже, где младший брат Райан. Тейлор провел первые 17 лет жизни, страдает от постоянных травм в ходе своей карьеры. Сейчас Тейлор пытается попасть в чемпионат Суперкросса в 2014. Выступая в этом году в МСЛ Аренакрус. Когда ты заставляешь детей что-то делать, некоторые люди могут назвать плохим обращением с ними. Райан был ребенком, который мог это стерпеть. Но если мы начинали давить на Тейлора, он закрывался, заводил байк в автобус и говорил, я все, я больше не поеду. Если честно, я не думаю, что мотоспорт это то, что мне нужно. Видеть все внимание, которое получает твой брат, всю поддержку от родителей. Я сопротивлялся, отошел от этого и попытался заедать с другими делами. Но для ребенка такое не сработает. Любители могут стать профессиональными гонщиками в 16. И поскольку Райан был уже как раз практически в этом возрасте, а его родители потратили так много денег, профессиональный контракт был с финансовой необходимостью, с повышенным вниманием, вложением ресурсов и давлением на Райана. Я занимался строительством и как раз завершил строительство дома, на которое у меня ушло 30,5 года. У нас не было денег. И мне пришлось продать его за 350 тысяч долларов и потратить все эти деньги на гонку. Это был такой этап, когда надо было либо вложить все, либо бросить это дело. Вложить все значило, что отец прекратил заниматься строительством, и мы стали участвовать в гонках. Если я что-то не делал, или не хотел ехать, мой отец говорил мне, возвращайся и продолжай заниматься. Всем приходится жертвовать. Когда мы раньше говорили, вы сказали, что даже не знали, что у Райана есть младшая сестра. Ей приходилось отказываться от многих вещей, которые ей хотелось делать. Кататься на лошадях, заниматься гимнастикой. Мы говорили, что не можем заниматься этим, потому что нам надо ехать на гонку. Почти у всех детей, которые занимаются этим, родители находятся в тяжелом положении. Все богатые дети не занимаются этим, потому что это не составляет для них труда. Когда ты едешь в Ларе, то и обратно, ты подавлен. Отцу приходится провести за рулем 25 часов, и он очень устает. Он вынужден трястись в машине, чтобы отвезти тебя домой. Помни, да пошел ты, сын. Дай-ка мне сотню баксов, чтобы снова заправить трейлер. После постоянных проигрышей Майку Алисси на протяжении всей любительской карьеры, все жертвы семьи Виллопотт наконец-то окупились. Когда Райан выиграл свой первый любительский чемпионат в Лоретто Линдсе в 2005 году, и подписал контракт с самой известной командой в классе 250 про-циркут. В классе 250 профессиональные гонщики должны были показать себя отне того, как пересесть на более мощные байки 450. Владелец команды про-циркут Митч Пейтен руководил двумя величайшими чемпионами по суперкроссу в истории спорта, Рикки Кармайклом и Джереми Макрадом. Для Виллопотта период работы с Пейтеном перевернул всю его карьеру. И вот попытка! Да, Виллопотта сделал это! Представитель команды Monster Energy Кавасаки только что перелетел в финишную черту, номер один. Переход с байка поменьше, на более мощный стал поворотным моментом. Публика заметила в нем будущее величие. Они победили в чемпионате, затем еще в одном и еще. В ходе непростого сезона 2006 года Райан финишировал третьим в общем зачете по суперкроссу, первым в национальном чемпионате на открытой трассе. Ни один гонщик в истории не добился такого успеха, как его достиг Райан в 2007 году. Он выиграл чемпионат по суперкроссу западного побережья в классе 250, национальный чемпионат на открытой трассе и завоевал победу в общем зачете мотокросса нации. Вы можете себе представить, быть на 250F вместе с сильнейшими гонщиками мира, в классе 250 и 450, а потом холшот всех моделей, и ты впереди всех. Этот ребенок просто всех поразил. Феноменально. Может быть, такого больше уже никогда не случится. Это идеальный рецепт катастрофы. Включать 6 очков, а потом примерно 17. Что это значит? Ууу, девочки. И вот ты уже в Южной Калифорнии. Ууу. О да, и малыш больше не хочет жить с мамочкой и бабочкой. Вы же знаете, как она 18 лет. Заходите ли вы в этот момент жить дома? Нет. Неважно, загружены ли родители, но они не загружены. Вы тратили все, что у тебя было. А есть еще другие, братья и сестры. Это просто рецепт катастрофы. Ты стал старше. Все эти контракты, деньги. Стали ли сложнее отношения с семьей? Да, стали. Вокруг многие начинают говорить. Мне бы твою жизнь, был бы я тобой. Все не настолько привлекательные и простые, как кажется. Гонщикам по суперкроссу рано приходится становиться взрослым. 16, 17 и 18 лет. Райан Геллопотто был основным источником доходов для своей семьи. За два года участия в гонках команде Митча Пейтона в классе 250, Геллопотто заявлялся на участие в трех чемпионатах, и многие считали его одним из лучших гонщиков в мире. За несколько лет до этого его отец, Дэн Геллопотто, закрыл свой большинство строительный бизнес, чтобы полностью посвятить себя любезнодской карьере Райан. И со всей семьей переехал в Южную Калифорнию. Ты можешь стать профессионалом в 16. Если тебе удается подписать контракт, тебе сразу же приходится возрослеть. Тебе 16, но по факту как будто 21. Как-то так. Именно так родители должны воспринимать это. Ты должен делать много всего, встречаться с прессой, ездить в поездки. Это становится для тебя настоящей работой. Ты должен делать одни вещи, а не делать другие. Ты ходишь на вечеринки, все дела. Что-то наоборот ты делать не должен. Но тебе нужно исполнять все обязанности. Когда мы стали бороться за топовый уровень, в основном именно тогда стали портить соотношения с моей мамой. Да, мы строгие родители. Но я не думаю, что он бы о чем-то волновался, если бы не было бы этой строгости. Хотел бы я что-то исправить? Да, я могла бы быть менее строгой и больше обнимать их. И говорить, как я сильно их люблю. Думаешь, ты недостаточно делала этого? Нет, все это было. Да, я делала все это. Просто я хочу, чтобы они знали. Не знаю. Я помню одну серьезную ссору. Это был первый раз, когда я видела, как Райан плачет. Мой двоюродный брат посмотрел на меня и сказал, ну вы, ребята, и даете. Он сказал, что не хочет, чтобы Кайли выросла в трейлере. Он хотел, чтобы она ходила в школу и жила своей жизнью. А не чтобы вся ее жизнь проходила в трейлере. И я понимаю это. Я немного злилась. Не сходила с ума, конечно, из-за необходимости переезда. Я больше бесилась из-за того, что мы отдалились друг от друга. Когда я была вынуждена переехать, я больше всего огорчалась именно из-за этого. И был даже момент, когда я не смогла смотреть петли из-за руганки, потом участвовал мой брат. После переезда сестры и мамы в семейный дом в Шептоне, Дэн два года оставался в Калифорнии и обслужил учебный баль к Райану как механик. В то время Райан выбрал четвертый чемпионат в классе 250. И пережил резкий переход в классе 450 в 2009 году. Его физическая форма была не самой лучшей. Я думаю, это не секрет. Вот и прыжок Виллопотто! Он 13-й! В этом году было три гонки, в которых он не участвовал. И пять гонок, в которых не финишировали за пределами первой пятерки. На пике своей физической формы, Виллопотто столкнулся со сложностью адаптации к новым настройкам подвески и необходимости управлять большей мощностью байка 450. Он понятия не имел о настройке байка и о том, насколько это важно. Тебе надо соблюдать гораздо больше вещей, чем раньше. Он впервые жестко упал на волнах. Он вцепился в руль и резко упал. Это было страшно. После обострения мононуклеоза, Райан вернулся в строй, победив двух из трех последних гонок сезона. Но конфликт с отцом, из его возросшего влияния и желания контролировать финансы Райана, достиг своего апогея. Бобби Николс, агент Райана, на протяжении нескольких лет разбирался со всеми финансовыми делами Райана. А сам Райан находился в отношениях со своей нынешней женой Кристин на протяжении трех лет. Когда в твоей жизни появляется вся эта индустрия, публика, это твои деньги, ты сразу посылаешь маму с папой нафиг. Они больше не нужны тебе. Я услышал как раз это. Они, конечно, тебе не принадлежат, но почему вы оба не можете пользоваться успехом, который добились вместе? Если ты смотришь на своих детей, как на партнеров по бизнесу, все автоматически меняется. Это не ты ездишь и рискуешь свою жизнь. Всегда проще всего объединить во всем человека, которого до этого не было в его жизни, то есть меня. Если он спрашивал, сколько денег у меня на счету, они сразу же думали, что эта девушка подговорила его спросить про это. Дело было вовсе не в женщине. Она ничего такого не делала. Я был сторонним человеком, который сейчас оказался замешан во всем этом. Теперь я начинал заниматься теми делами их сына, которые делали они на протяжении всей жизни. Их сын Райан доверился мне. Наверное, это действительно горько создало. Для меня странно, что мой ребенок добился успеха, а моего бизнеса больше не существует. Если бы у меня была успешная строительная компания, я бы взял своего сына к себе, и он был бы моим партнером. Сделал бы его своим заместителем. Платил бы ему зарплату, научил бы его делать многие вещи. И это был бы его бизнес. В чем тут разница? Для меня всегда это было как будто наваждение. Ты просто занимался своими делами, а я выпущу тебе чек. Все постоянно говорили Райану, что ему надо делать. Типа, Райан хочет подрослеть. Он хочет быть независимым. Он хочет научиться, от кого это, контролирует все эти вещи. Мой рассудок как будто затуманился, а затем мне стало страшно, потому что им не на кого было положиться. Все, что они построили, бизнес, всего этого больше не было. Не были только мы. Слава и деньги – корень зла. Да, будет тяжело. Я гонял тогда в Гленхеллене. И просто в перерыве между заездами я сказал ему. Окей. Ты поедешь домой. Я буду продолжать платить тебе. Но ты поедешь домой, а я буду жить сам по себе. Это достаточно тяжело. Такое сложно вынести. Виллопотто прямо в центре трассы. Пытается пробиться сквозь нее. После того, как в 2009 году он закончил сезон по суперкроссу шестым в общем зачете, его физическое состояние стало еще более очевидным. Когда он две недели летом провел в больнице за проблем с передней крестообразной связкой, в период с 2008 по 2010 год виллопотто сменил трех тренеров и разошелся по разным сторонам со своими родителями, которые обеспечивали его каждодневный быт на протяжении всей любительской карьеры. На Кристин, нынешнюю жену Райана, а на тот момент его девушку, были возложены обязанности по восстановлению его налаженного быта. Когда мы только познакомились, казалось, что отношения в их семье очень хорошие. Когда же мы стали встречаться, я увидела и темную сторону. Я начала чувствовать на себя ответственность, и до сих пор так и продолжается. В тот момент я начала делать для Райана все, что могла. Следить за тем, чтобы все в доме было чисто, бронировала билеты. Если его тренер говорил, что ему надо есть только рыбу, я каждый день ее готовила, поверьте мне. Если бы мне надо было ездить с ним на байке, я делала бы и это. В сезоне 2010 года по Суперкроссу Виллопот уступил первый рубеж Райану Данжи в открытом чемпионате трех этапов. Но после того, как он обошел Джошу Хилла и Данжи на четвертом этапе в Сан-Франциско, Виллопоте выбрал шесть из последующих восьмых гонок и завершил чемпионат со сдаванием в одиннадцать очков лидирующего Данжи. Райан Виллопоте вырывает победу! Он обгонял их, одного с другим, лидировал со старта до финиша. Потом была гонка в Сент-Луисе, где у Данжи был фулл-шот, но Райан ехал просто отлично. Виллопоте сражается, идет прямо за ним. Два сильных соперника, идут практически колесо в колесо. Райан знал, что ему нельзя отставать от него, он бы пытался сделать агрессивное движение. Агрессивное поведение Виллопоте приводит к падению Данжи. Два лидера упали. Двиллопоте ведет. Данжи, если бы я был бы на его месте, я был бы так зол.